Привет, я Ани Мэджик, со мной это мои питомцы, киса Алиса и песики, и это продолжение наших приключений в Крыму. Второй влог, и я очень, ребята, прошу вас поддержать наш канал, потому что сейчас какие-то проблемы на ютубе, и поставить лайк на это видео, если вы хотите видеть кису Алису на море, и вообще все наши приключения. Алис, ну подожди, да я договорю. Спасибо вам большое за помощь, и, конечно же, пишите свои длинные комментарии, потому что они появляются в ролике, как я и обещала. И подписывайтесь на канал. Вот. Главная проблема, с которой я столкнулась в нашем большом путешествии со всеми животными, очень трудно было убирать в поездке за пятью питомцами, потому что я привыкла, что у меня дома есть роботы-пылесосы, и за машиной было тяжеловато ухаживать, много грязи, шерсти, и как раз на тему уборки я хотела вам показать нашу новую покупку, но до отъезда не успела, поэтому расскажу сейчас. Меня уже можно считать профи в выборе пылесосов для дома, потому что я постоянно покупаю новый, так как дом большой, и у нас уже с вами просто сложилась традиция рассказывать вам про новые покупки, про то, что я пробую, что меня аж в комментариях спрашивают ребята, а посоветуй какой-нибудь пылесос, потому что ты уже все перепробовала. Кстати, задавайте тоже свои вопросы в комментариях, и я буду в каждом ролике вам на какой-нибудь из них отвечать. И Jimmy H9 Pro. Советую, ребят. Jimmy, кстати, это суббренд Xiaomi. Они начали делать гаджеты для Xiaomi, а потом стали делать сами. Так вот, что понравилось мне? Он очень мощный. Посмотрите, какое всасывание. Вот я тут мусор рассыпала на кресле. Он отлично фильтрует. У него фильтр HEPA, поэтому он удаляет даже самую вообще мелкую пыль. Очень важно, между прочим, для здоровья, особенно для детей и аллергиков, потому что пыль опасная штука. Вот эта вот насадочка специальная для диванов, мягкой мебели, короче, матрасов. Я думаю, все же знают, сколько пыли там, где мы не знаем, что она есть. Удобно пользоваться, потому что он беспроводной и вертикальный. И мне еще очень понравилось. Здесь есть такая коленочка раз и вот так вот. Вообще прям супер вещь. И без подзарядки он работает больше часа, что, по сути, достаточно для того, чтобы хорошую прям такую уборочку провести. Комплектация понравилась и то, что вот все так аккуратненько на подставочке в одном месте собирается. И есть разные насадки для матрасов, для деликатной уборки, для узких мест. Вот такая вот гибкая трубочка для чистки под мебелью или в машине удобно использовать. И еще главное, что вот эта турбощетка, вот эта вот мягенькая, ее плюс в том, что она не наматывает волосы за счет того, что она вот такая вот мягкая. Это очень классно и прикольно, потому что у меня собаки, волосы, шерсть и все такое. И это приятно, что не надо их сковыривать с пылесоса. И вот такая вот щеточка еще тоже есть для уборки. Вот эта щеточка мне прям понравилась. Она такая мягенькая, ей прям можно пыль везде вытирать. Ну и вообще, мне кажется, очень классный такой прям стильненький дизайн. И вот здесь вот есть такой дисплейчик, удобно. На нем все показатели главные. Там зарядка, режимы, ошибки какие-то. И вообще, качество сборки прям хорошее. Я как только его открыла, сразу такая сказала, а вообще, все такое прям мощное, качественное, добротное такое. В руках держать приятно. Вот такая еще удобная штучка у него есть везде в уголках убираться. Очень удобно вот так вот трубочку держать. Ну и самое главное, конечно, что он очень мощный. Убирает вообще вот любую грязь откуда угодно. Кстати, батарея съемная, что очень удобно, потому что ты можешь ее поставить на зарядку там, где есть розетка, а пылесос на подставке там, где тебе хочется его хранить. Другие подобные пылесосы сейчас стоят реально дороже. Тот же, например, какой-нибудь Dyson, причем этот даже лучше. Так что Jimmy H9 Pro очень классный, я считаю, вариант. Заказывайте прямо сейчас по моей ссылочке. Всю инфу, как всегда, для вас, оставляю внизу. Сейчас поедем с детьми с утреца изучать местный пляж, который ближе всего к нам, с вороком пешком. Это пляж, который буквально в пяти минутах езды от нас. Смотри, она в таком шоке, смотри. Лови! Ты такая, где? Софи, Софи, лови! Ловись! Магия! Лови! Софи, лови! Софи, лови! 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 Короче, у нас у Юми течка, поэтому она на поводке. Иван с Мишей, Софиша, пошла к морю. На самом деле, вот сейчас они все впервые, все вместе видят море. А, Софи залезла в воду! А, Софиша, молодец, да! Миш, смотри, что это? Вода! Софи сейчас по воде пойдет. Ай! А-а-а! Кто купается? Иди, Софишка, Софишка у нас любит купаться. Давай, иди, иди в воду. Да? Нравится? А-а-а! Вода прозрачная, шикарная. Никого нет, посмотрите. Никого нет. Вообще, мы одни. Миш, иди сюда. Иди к водичке. Иди к водичке. Юмич, иди сюда. Идите сюда, скорее. Смотрите, водичка, море. Юмичу, Софи давай. Ай, кайф. Смотрите, море. Кто на море? Ай, вся семейка на море. Вся семейка на море. Куда пошли? Смотрите, какая гора. А тут, дети. Не там людей. Не там людей. Гора. И дети идут к горе. Софи бедного мальчика напугала. Побежала одна. Не пойму. Он убежал от нее. Не пугай детей, Софи. Эй, Ван, ты тоже детей не пугай. Эй, Ван. Мы нашли на бензе такое желе. Потрогаю камушку. Главное собаки, чтобы ее не съели. А кто сейчас еще раз побежит? Кто побежит? Кто побежит? Надо силы тратить, чтобы спали нормально. Я быстрее. Все, набегались. Юми, ничья. Дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. Дай. Молодец. Покемоны, ничья у нас там. Бегали на перегонки. Юмичу в первый забег меня выиграла. Во второй я уже выиграла ее. Все остальные проиграли. Ничь самый последний, как всегда. Вода прозрачная, капец. Юмичу, ну ты не хочешь купаться. Посмотри, какая вода. Вообще. Она еще вдалеке такая синяя прям. Впервые в жизни вообще море видит. Не хочет даже попробовать. Лапками зайти сюда. Понюхай хотя бы его. Софиш, покажи Миши, как купаться. Водичка вообще прозрачная. Прям прозрачная. Мишань, смотри. Мишка вообще ни разу не видела вот так море. Да, Мишань? Вот так вот прям живое море. Вот такую красоту. Смотри, как Софи делает. Софи любит воду, да? Мишань, не хочешь? Боишься что ли? Ну смотри. Ты же море не видела. Вода. Вода. Давай, заходи. Иди в водичку поставь. Мне кажется, Мишу можно просто поставить воду, а то будет стоять. Миш, давай. Стой вот тут. Что, не нравится? Не кайф? А-а-а-а! А-а-а-а! Покупалась. Итак, мы сейчас с Софишей. Где Софиша? Вот там. В Коктебеле. Приехали в один из городов Крыма. Городков, я бы сказала. Здесь кругом вот так вот море. Офигенная красота. И я хотела рассказать, почему я не беру с собой собак в далекие поездки все. Первое. Потому что у Юми течка, как мы выяснили, началась. И это проблематично, так как она может, как всяким собакам приставать, особенно к мальчикам. И у нас уже был такой момент, был такой случай, когда она была без поводка и пришел на пляж какой-то пес. Второе. Эйвен у нас теперь болезный. Он сердечник. И ему тяжелые нагрузки, очень длительные путешествия. Он тяжело переносит. Его бы пришлось носить на руках. Мы очень много ходим. И если бы я его взяла, он был бы устал. И это было бы для него вредно. Мишанька, она просто растеривается. Ее тоже можно было бы взять, но с одной собакой гораздо комфортнее. В следующий раз, возможно, я как раз возьму Мишку, а не Софи. То есть, одна собака в далекие путешествия. Вот, например, когда мы ходили на пляж, который недалеко от нас, 40 минут тогда, да, окей. Потому что мы быстро вернемся домой, никто не устанет. Если устанет, то все придут домой, покушают, попьют, отдохнут. Это нормально. И киса Алиса, конечно же, тоже дома. Я с собой ее особо не беру. Только вот хочу, спланирую прогулочку какую-нибудь с ней. То есть, поехать взять ее прямо на пляж, например. Показать Алисе море. Вот сегодня мы поехали в Коктебель. И я взяла Софишу, потому что нам сегодня предстоят достаточно долгие прогулочки. Посмотрите, как красиво. А в следующий раз я, например, возьму уже Мишаньку. Юмичу, когда у нее закончится течка. Или же одного Эйвона. Софишка к воде идет по камушкам. К водичке. Софишка вообще у нас водичку любит, да? Да. Но это море, вода соленая. Софиш, ты что, попить хотела? Сейчас я тебе дам обычной воды попить. Спускается на воду лодка. И мы сейчас поплывем по вот этой вот глади морской. Смотреть золотые ворота, и Софи поплывет с нами в лодке. В лодке Софиша поплывет. Софиш, мы поплыли. А, да, вода. Прикольно. Прикольно. Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Подписывайтесь на канал, увидимся скоро в следующем видео.